Он не просто мальчик, он человек февраля. О первокласснике Леоне теперь знают все радиослушатели «Эхо Москвы» Благовещенска. Именно они почти единогласно проголосовали за него. Точнее, за его поступок. Малыш отказался от путевки в Таиланд ради того, чтобы его одноклассники по музыкальной школе съездили на кремлевскую елку в Москву. Мне стало детку жалко, что у нее больше не будет такой возможности. У нее родители же деньги, столько не смогут заработать. Дети из ансамбля «Казачок» получили приглашение на елку еще летом. Но чтобы добраться до Москвы, нужны были деньги. За помощью преподаватели и обратились ко всем родителям учеников. Семья Куц собиралась ехать отдыхать за границу. Да и к тому же Леня еще не входил в этот ансамбль. Но когда мама рассказала сыну о просьбе учителей, мальчик не раздумывал ни секунды. В принципе, у нас вообще очень добрый мальчик. То есть, очень чутко, тонко чувствующие все эти мероприятия такие. То есть, ну, это было вообще все спонтанно. То есть, сидя в машине, он принял такое решение. Мы его даже не подталкивали. И, в принципе, мы не были готовы оказывать нам какую-то помощь. Но раз принял решение, оказали. Родители не стали отговаривать Леню и отдали деньги. А потом позвонили на радиостанцию и рассказали о его поступке. Теперь мальчик гордится новым званием. Человек года, февраль 2014. Вот такая статуэтка. Вот смотри. Почти, как этот, Оскар, да, сейчас вручает. Вот почти Оскар. Я хочу сказать всем своим учителям спасибо, что они, и друзьям, что они меня поддерживали в конкурсе. Что в конкурсе поддерживали. А родителям что бы ты хотел сказать? Хочешь что-нибудь сказать родителям? Что они меня поддержали. Дети, которые побывали в Москве, привезли Лене сувениры. И теперь мальчик настроен решительно. Он сам хочет побывать на Кремлевской елке. Поэтому усердно занимается по классу баяна. У него много звуков красивых. На нем можно много песен разных играть. А есть любимая песня? Да. Какая? «Восаду или в огороде». Эту песню Леонид обязательно споет и на берегу Сиамского залива. Потому что родители пообещали, что все-таки свозят его в Таиланд. Заслужил. Марина Евсеева, Василий Пронькин. Альфа Новости.